Всем привет! Вы на канале Слабзона. Кодовые испытания Volkswagen Amarok все еще продолжаются, но уже в рамках моей деловой поездки. Я еду сейчас в Москву для того, чтобы встретиться со своим коллегой NVA Motors Василием. Нам нужно там кое-какие моменты по работе обсудить. И заодно, чтобы не гонять заказчика этого автомобиля, я решил, что я сяду в Amarok и отправлюсь туда на нем. Но, собственно говоря, там я его и выдам в NVA Motors, а далее вернусь на самолете. Суть не в этом. Суть в том, что после свапа очень частый комментарий, будь то на ютубе, будь то в инстаграме, все все время задают один и тот же вопрос. Сколько он жрет? Да он вас сожрет. Да такая машина будет жрать немерено. 4,3 это много. Чтобы не быть голословным, давайте замерим этот расход. Потому что путь у меня далекий, режим у меня езды в принципе одинаковый, законы я не нарушаю, как правило. И скоростной режим тоже я его не нарушаю. Стараюсь всегда ездить в разумных пределах 100-120. Вот сейчас я на платном участке автодороги, где максимальная скорость 110 разрешенная, я же двигаюсь со скоростью 120. На обычных, где можно ехать 100, я еду, где можно ехать 90, я еду 100-110, не больше. Соответственно, это самый оптимальный ходовой, так скажем, режим, трассовый. И я предлагаю заехать на заправочку, на какую-нибудь лукошку, залиться до полного, обнулить одометр и проехать определенное количество километров, после чего мы заправимся заново, и тем самым у нас будут объективные данные, сколько литров на сколько километров. Давайте сделаем это вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Пара слов о самом автомобиле. Volkswagen Amarok это достаточно сбитый и плотный автомобиль, имеющий отличное управление, несмотря на то, что это очень серьезный внедорожник рамный. Я проехал на нем за сегодня с 9 утра, вот сейчас 16.10, я преодолел почти 700 километров. За это время у меня не устали ни ноги, ни руки, ничего. Автомобиль прекрасно себя ведет, прекрасно управляется, несмотря на то, что в кузове лежит почти 400 килограмм груза. Это его старый мотор вместе с коробкой и с раздаткой. Автомобиль ведет себя на скоростях до 150, очень даже уверенно и предсказуемо. После 150 начинает работать подвеска, его начинает как бы покачивать на неровной дороге, становится не особо комфортно. Что мне нравится больше всего в этом автомобиле? Во-первых, то, что это пикап. Пикап это очень удобно. Во-вторых, мне очень сильно нравится его салон. Точнее, не сам салон, а его отделка. То есть вот эти материалы, которые не дребезжат. Он проходит кочки и такое ощущение, что ты едешь в какой-то капсуле, которая никак не трясется, которая целиком и полностью сделана из одного материала. Но нет здесь очень много составляющих, комплектующих. И при этом все вот так вот ладненько, слажено, скроено, не издает никаких шумов, скрипов и прочего. Пара слов о режиме Типтроник. Вот почти всю дорогу я еду в Типтронике. Это более удобно, чем ехать на драйве. После Ростова очень много горок, спусков. И они такие достаточно затяжные. С его парами, несмотря на то, что они более подходящие, чем у Land Rover, того же Discovery, вот сейчас я еду 125 км в час и ровно 2000 оборотов держит двигатель. Но когда начинаешь в тягунок идти куда-то вверх, то для того, чтобы не нагружать двигатель, я как водитель, который видит, что впереди будет затяжной, просто делаю движение рычажком, переключаюсь на пятую передачу. При этом я не меняю положение педали газа, то есть нога как лежала, так и лежит. А автомобилю становится легче подниматься в горку. И когда горка заканчивается, просто обратный щелчок на плюсик, он включает шестую, и я продолжаю ехать без потерь, без лишних ненужных нагрузок на трансмиссию и на двигатель. Вот. Так что машина мне очень понравилась. И доставляют поездки на дальние расстояния на этом автомобиле, доставляют удовольствие. Этот автомобиль, кстати, используется как рыбацкий автомобиль, на котором ездят из Москвы в Астрахань на рыбалку. Вот. Так что, я думаю, заказчик будет доволен нашей работой. Так, очередной платный участок. Я просмотрел, сколько надо дать денег. Так, я поехал не туда. Боже мой. Вообще, платные дороги очень сильно разнятся. Вот здесь, между Ростовом и Воронежем, платка такая прям хорошая. У нас в крае обычная дорога, которая была раньше четверкой, вдруг стала платной. И причем ее состояние далеко не самое лучшее, я бы так сказал. Добрый день. Так, 250, 270. Спасибо, до свидания. Так, чеки я все собираю, потому что, по сути говоря, я просто выполняю доставку автомобиля. Соответственно, все расходы, бензин, топливо, точнее топливо и вот эти платные дороги, заказчик мне возместит. Плюс при этом он сэкономит время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собирается, наверное, рубля под два Время пол пятого В девять утра я сел за руль И за все это время я совершил одну остановку На заправку в станице Павловской Все, не люблю растягивать длинные поездки И так время жалко на поездку Так еще вот эта ходьба по кафушкам По всяким заправкам десять раз Терпеть не могу Сел, проехал, вылез Вот так люблю Но все равно придется сейчас где-то найти заправку Пообедать, во-первых Несмотря на то, что вечер Во-вторых, мы заправим полный бак И в-третьих, у меня давным-давно Закончилась омывайка Я пока в камеру говорил Один Лукоил уже проехал, ищем другой Так, я заправился Значит, обнуляем И будем ехать Смотреть, сколько топлива я потрачу На какой километраж ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что Я проехал 290 километров И заправился на 36 литров Получается 12 Вот и закончилась моя деловая поездка Но я уж дорасскажу историю Когда я приехал в Москву В НВА Моторс За весь этот путь я выяснил Что у меня скорость Которую видит блок управления Тойотой Не соответствует фактической скорости Но так как заказчик пожелал Оставить режим щелчок До крут стартера То мне пришлось эту скорость подгонять Вот Пока я ехал Я позвонил в НВА Моторс Попросил, чтобы ребята Подготовили мне нужные инструменты Так сказать Я позвонил в Омск Александру Диченко Чтобы он приготовился На среду на утро И вот так в 9 утра Оперативненько мы прошили заново Кан-адаптер За что всем в очередной раз Огромное спасибо НВА Моторс Саша Фрости Вот И там же у стен НВА Моторс Я выдал автомобиль заказчику Заказчик уехал И через какое-то время От него я получил голосовое сообщение Так скажем Небольшой отзыв Вот что он сказал Блин реально еще Просто вот Огромное спасибо Просто машина получилась Офигительная И что отец прокатился Что я прокатился Это просто вообще Небо и земля Прям супер просто Большие молодцы Я же тем временем В своих летних кроссовках Как и в принципе Омарок на летней резине Поспешил к себе домой Потому что Намечался уже Снегопад И соответственно Ни я, ни владелец Омарока Не были к этому готовы И как только я Сел в самолет Сразу же пошел снег Вернулся естественно Домой без проблем Снег этот остался В Москве У ребят А у нас вон Ты уехал И все И зима пришла А я вернулся в гараж И приступил работать Но пара слов О недостатках Омарока Они тоже нашлись Первое Это при длительной поездке Левая рука Так и просится Лечь на дверную карту Карта жесткая И соответственно Через какое-то время Начинает болеть Костяшка локти Второе Это в этой комплектации Автомобиля Отсутствовали подножки Соответственно При посадке Высадке из автомобиля У меня марается Постоянно левая нога Левая штанина Третье Это мультимедиа В этой комплектации Отсутствовали кнопки на руле Штатное головное устройство С его старым интерфейсом Очень неудобно Невозможно перематывать Песни с флешки Невозможно видеть Дерево папок Отсутствует Блютуз Аукс Но это тоже поправимо И самый главный Недостаток мультимедиа Это то что Даже при самой Низкой яркости Дисплея При движении ночью Она отражается В заднее стекло А от стекла Два раза Отражается уже В зеркале То есть в зеркале Два дисплея я вижу Вот это реально мешало В остальном Автомобиль Я считаю Очень хороший Вот эти недочеты В принципе Все решаемы Свап сделал этот автомобиль Намного лучше Чем он был изначально Автомобиль этот Свапопригодный Да тяжело Но двигатель туда Становится И с этим двигателем Автомобиль Реально приобретает Вторую жизнь В принципе Я считаю Что на этом Серию видеороликов Про морок Можно заканчивать Да и рассказывать Уже больше нечего Так что я с вами прощаюсь Василий Краснодар Свапзона Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok